Сценарии в Excel. Совершенство. Вывод данных. С вами я, Ольга Кулешова, преподаватель Центра Компьютерного Обучения Спирициалей с Прим.ГТУ имени Баумна. Об этом и о ряде других возможностей программы Microsoft Excel вы также можете увидеть на моем блоге mirxl.ru. Наверняка, работая со сценариями в Excel, вы обратили внимание, что мы можем их создать, можем построить отчеты, но, к сожалению, сама программа не позволяет нам более удобный вывод без задействования программ непосредственно на ленте. В этом случае мы с вами можем самостоятельно доработать и создать кнопки для удобства вывода наших сценариев. Итак, давайте рассмотрим, как это можно сделать. У меня уже создано 5 сценариев. Я могу об этом узнать, зайдя на вкладку «Данные», «Анализ что если», «Диспетчер сценариев». И вот теперь я хочу сделать так, чтобы у меня появилось 5 кнопок, каждая из которых будет выводить определенный сценарий на экран. Так как я хочу создать кнопки, а на кнопку можно поставить действие именно макроса, то мне необходимо формат файла пересохранить в формат с поддержкой макросов. Я выбираю обычную команду «Файл сохранить как» и меняю тип файла на книгу Excel с поддержкой макросов. Мы будем использовать обычный макро-рекордер. Вкладка «Разработчик» и выбираю команду «Запись макроса». Даю название первому макросу «Банк», «Фаворит». Напомню, что в названии макроса не могут присутствовать пробелы. Окей. И теперь запускаю вывод сценария на экран, то есть «Данные», «Анализ что если», «Диспетчер сценариев». И выбираю «Банк фаворит», нажимаю «Вывести». Данные выведены на экран, макрос больше ничего делать не нужен, поэтому я останавливаю запись. Запускаю запись следующего макроса, даю следующее название «КБ Нирвана». Также захожу в «Анализ что если», «Диспетчер сценариев» и вывожу «КБ Нирвана». «Разработчик» «Остановить запись». И повторяю то же самое еще для трех макросов. Каждая из которых выводит соответствующий сценарий. Ну реально можно написать один и потом уже в окне редактора кода взять и поменять. Ну и последний «КБ Рапсодия». «Данные», «Анализ что если», «Диспетчер сценария» и вывожу «КБ Рапсодия». Все, макросы записаны. Давайте посмотрим как это выглядит. То есть если на вкладке «Разработчик» я открою окно «Макросы» и, например, скажу для любого «Изменить», то в результате это код. Ну на самом деле примечания конечно лишние, поэтому их можно смело, то есть насколько вы видите, каждый из этих макросов, буквально не считая первой и последней строки, да, само собой разумеюще содержит всего лишь навсего одну строку. Ну вот здесь видно, что я запустила макросы Рапсодия дважды, поэтому здесь я смогу смело это подправить. Возвращаюсь обратно в окно Excel и теперь я могу смело создавать кнопки. На вкладке «Разработчик» в группе «Элементы управления» есть команда «Вставить» и в «Элементах управления формы» я выберу кнопку. В любом удобном для меня месте я выберу «Банк фаворит», «Ок» и поменяю название кнопки на «Банк фаворит». Здесь я уже могу писать как хочу, то есть с пробелами, да, с любыми символами. Как несложно догадаться, мне нужно создать ряд таких кнопочек. То есть создаю следующую кнопку, выбираю «КБ Нирвана» и даю также название «КБ Нирвана». КБ оптимальный. КБ «Перспектива». И последняя кнопочка «КБ Рапсония». Ну, чтобы мои кнопочки смотрелись не так и хаотично расположены, при нажатой клавише «Контрол» я их достаточно легко выделю. Ну, а затем зайдя на вкладку «Формат», выровняю, например, по левому краю, чтобы они у меня все были одинаковые по ширине, я настрою какой-то размерчик. Ну, выравненные по центру не самые удачные, сделаю по левому краю. И можно еще на вкладочке «Формат» выровнять, например, распределение, сделать по вертикали. Теперь, когда я щелкаю по этим кнопочкам, то у нас сразу меняются исходные данные. А исходные данные – это ячейки C4 и C7. И в результате мы с вами наблюдаем расчет нужных нам значений. То есть мне не нужно каждый раз заходить затем на вкладку «Данные», а на ли, что и есть ли диспетчер сценариев, и выбирать там конкретный вариант. Если я хочу еще сделать вариант, чтобы в какой-то момент у меня здесь оставались пустые ячейки, то я могу написать еще один макрос «Разработчик запись макроса». Ну, например, назову его «Очистить». И все, что мне нужно, сказать, какие ячейки. Я выбираю конкретные ячейки, удаляю и останавливаю запись. И также по аналогии создаю кнопочку и называю ее как угодно. Выбираю макрос «Очистить» и называю, например, кнопку «Очистить бланк». То есть когда я выбираю какой-то сценарий, исходные данные выбываются в ячейке. Когда я нажимаю «Очистить бланк», то ячейки становятся свободными. Работает. А теперь еще усовершенствуем созданный вариант. Итак, в ячейке «Д1» я создам список, который мне будет предлагать один из пяти вариантов сценария. Тогда я воспользуюсь командой «Данные», «Проверка данных». Выберу список. И здесь мне необходимо название моих сценариев указать так, как они у нас названы, разделяя каждый между собой через точку с запятой. То есть в результате у нас создан такой списочек. Для удобства сделаю пошире, чтобы было удобнее выбирать. Но пока этот список ни к чему не привязан. Создаем еще один макрос. Но здесь давайте я уже воспользуюсь просто неким редактированием. Опять же удалю излишки от предыдущего макроса. Ну и, к примеру, можно прописать в том числе и руками. То есть, сап. Например, название макроса «ЧУЦ». Без буквы «С». И затем по аналогии. То есть он мне теперь должен не просто выводить сценарий с каким-то определенным названием. А он должен брать значение из определенной ячейки. Обращаюсь к ячейке. Range. Затем в кавычках пропишу эту ячейку. D1. И мне нужно обратиться к значению. Точка. Вылю. Давайте проверим. Ну, единственное, конечно, опять же, для удобства создадим еще кнопочку. То есть, так же вставить кнопку. Ну, где-нибудь так, рядышком. И создам. ЧУЮЩ. И назову, например, «Выполнить». То есть, я выбираю какой-то сценарий названия. Нажимаю кнопочку «Выполнить», и у меня этот сценарий выводится. Я выбираю следующее название. Нажимаю кнопочку «У меня» выводится следующий сценарий. То есть, такой симпатичный вариант у нас получился. Об этих и других возможностях Excel вы сможете узнать на наших курсах Excel, начиная с самого первого уровня и заканчивая бизнес-аналитикой. То есть, вы узнаете не только возможности программы, но и, изучив Visual Basic, сможете усовершенствовать любые алгоритмы, которые уже есть. Нет ничего невозможного. Знание – это сила. Не дня без Excel. Приходите к нам учиться. Продолжение следует... Продолжение следует...